Хочешь первым получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все. Вуаля. Ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Ну что, ребята, сегодня будет очередная интересная посылочка. Коты в мешке. Вроде телефоны работают, вроде не работают, не знаю. Было куплено у подписчика. Не подарено, а куплено. Поэтому давайте вскрывать, смотреть, что я получил в этот раз. Тут какие-то старые телефоны. Какие, если честно, я не знаю. Сейчас будем с вами смотреть. Так, это у нас аккумуляторные батареи. Так. Ага. Это что? О, это клипса. Такую носили на поясе, если кто помнит. Кто из двухтысячных? Из нулевых, я имею ввиду. Такая фигня носилась на поясе. О, а с собой-то телефон. Телефон. Ух ты. Вот это да. Если кто помнит, вот так одевалась, пристегивалась на пояс. Молодежь некоторая, которая сейчас и не знает, что такие раньше были штуки. Ну вот, вот такие штуки были. Через вот этот порт заряжался. Вот это кожа натуральная. А это целлофанка такая. Ну, служили такие чехлы довольно долго. Я не знаю как, но у меня отхаживали не ого сколько. У них потом просто со временем темнело. Вот эта вот клеенка становилась такого черно-желтого цвета. И ее выкидывали, меняли. Вот из-за этого, видите, смотрите, телефон полностью как только из коробки. Но этот телефон под связь. Раньше была DCC, MISC. Короче, без сим-карты. Эти телефоны. Ну, состояние, конечно, первый раз такое получаю. Все, в идеале. Ляньте, даже клеммники блистят. Такое ощущение. Made in Japan аккумуляшка. Так, а модель называется 5125. Смотрите, все резинки, все заглушки. Все на месте. И... Хо! Ничего, его и зарядили. Обалдеть. Опа, Nokia. Руки приветственные. И какая-то сейчас, наверное... Опа, DCC. Смотрите, угадал. DCC ROM. И, наверное, скорее всего, это номер, который был у этого телефона. Ну, а меню стандартное, как для всех этих Nokia. Игры, змея. Ух ты, что-то новое. Продолжать, а как? Не знаю. А, это память, господи. Игры, змея, вот она. Опа, шланг. Так, а как интересно, у него он покажет лайфтаймер или нет? Так, ну, и мейку проверяем. Ни мейки у него нет. Получается, или как. А, или команды не действуют. 92702689 решетка. Нет. Эти команды на него не действуют. Ну, телефон реально крут. Так, это первая ништяковая аппарата. Дальше. Так, это кто? Так, это у нас Motorola V3. Так, по-моему, она разобрана. Что-то мне так кажется. Да, щели. Да, тут, скорее всего, проблема со шлейфом. Что по аккумулятору, заряжено или нет? Сейчас проверим. Не работает. Так, ну, я возьму сейчас свои аккумуляторы. Попробую. Это не родной, конечно, но этот у меня заряжен. Этот я знаю, потому что я вчера проверял телефон. И так, что он не хочет вставать. Я верю, что это не его размерчик. Так, ладно, возьмем его размерчик. Скорее всего, телефон-труп. Потому что... А, у него труп-шлейф. Понял. Видите, подсветка телефона светится. Ну, что-то не слышно от звука запуска. Проблема шлейфа. Это болячка этих телефонов. Телефон работал. А шлейфа были порваны. Ладно. Дальше идем. Опа. Тут у нас крышка с поднокии. По-моему, Е71. А здесь... А тут-то морфута. Так. Голова от V3. Тут, скорее всего, дисплей. Если он... Да. Вот он дисплейный модуль. Крышка. Вот тут где-то кусок шлейфа должен стоять. Вот тут он ставится. Ну, пригодится как для донорства. Так. Дальше. Так. Дальше у нас... В... Ой, говорю. Нокия 3310. Так. Русифицирован. Так. По-моему, с него аккумулятор. Но не знаю, скорее всего. Ой. Он разряжен. Старенький Avalanche. Кто помнит, знает, были такие раньше фермы. Avalanche. Avalanche. Так. Самые лучшие считались Крафман. По качеству они и дороже были. Крафман по емкости шли как оригиналы. Сейчас, ребята, я гляну у себя аккумуляторку. Скорее всего, этот рупяк. А у меня, наверное, этих аккумуляторов уже и нет. На тяжелый случай. Так. Взял аккумулятор, взял симку на всякий пожарный. Думаю, может получится запустить. Не знаю. У меня же, я говорю, все аккумуляторы уже под этого плана приказали долго жить. А купить я их нигде не могу. Нет ни поставок с Китая из-за этой короны. Поставщиков то, что было, я повыбирал, попродавал со старыми моделями. Прикиньте, все аккумуляторы сдохшие. Может ты подведешь? Ну, крестик, я же тебя заряжал. Ну, видите, что такое старый аккумулятор? Старый, как и любой старый человек. О! Вставьте сим-карту. Слава Богу. Это держит. Так, вставляем Киевстар. Ну, не знаю, здесь гос... Как он назывался? Государство связи России. Не знаю, это еще когда они только появились. Смотрите, какой он древний. Не знаю, сейчас попробуем, конечно, включить. Но не гарантирую, ребятушки, что он включится. Увидеть симку, я имею ввиду. Так. Приветственные руки. Hello, hello. Пока, пока. Так. Так. От фонаря дату поставил. Так, ну что, вроде урубился. Далее. Телефонное сообщение. Чат. Звонки. Сигналы. Так, пятерка. Обычный синтезатор. Короткий. Громкость клавиатуры. Три. Дальше. Все работает. Отлично. Позвонить. Так. Громкость есть. Дальше. И маечка. 35.70. И смотрим лайфтаймер, если увидим. Так. Так. 12. 2004 год. И лайфтаймер 168 часов. Я жарю для телефона. Это ничего. Клавиатура не убита. Смотрите, состояние. Тут вообще ничего не подрано. Так. Сейчас мы посмотрим внутреннее состояние. Так. Аккуратненько. Раз. Открываем. Аккуратненько. Два. Снимаем крышечку. Так. Все на месте. Какие-то следы на дисплее. Ну, вот эти съемные крышки я в свое время раз по сто снимал. У меня была модель Nokia такого плана. Так. Тут нигде не треснуто. Ну, все. Можно сделать будет реставрацию. Вот это, правда, не пойму, что такое грязное. Ну, приведу в порядок. И найду. Не знаю, если у меня есть его в оригинале корпус. У меня есть в оригинале 3330 там светло-серый корпус. Может сделать, да выставлю на продажу. Телефон, конечно, класснючий. Так. Ну, один из всего заработал. Если честно, я доволен. Так. Смотрим дальше. Что у нас по ништякам. Следующий ништяк это... Ого-го-го. Легендарный Nokia N73. Не пойму, что у него на дисплей наклеена пленка. Или он так... Не, по-моему, он уработанный. Так. Крышка вообще не отсюда. Аккумуляшка вообще не его. Так. Дальше. У меня есть оригинальные эти клавиатуры. Могу поменять, поставить просто новую. И сделать из обычного... Ух ты, финн. Как-никак. Сертификация Украины. И сделать из него, знаете, какой? Музыкальный. Это вообще будет класс. Крышки. Корпуса сильно подорожали. Даже китайские на него. Цены поднялись в три раза. Я вчера смотрел. Лазил по интернету. Думаю, посмотрю. У меня до корпуса на Nokia N73. Ну, вот цены поднялись с прошлым годом в три раза. Не в два, а не в три. Если раньше можно было корпус купить 60-70 гривен, более-менее нормальный, то в этом году от 130 до 200 гривен это только стоит корпус. Не считая клавиатурного модуля, не считая дисплея. Это вот если восстановить его полностью. Потому что мне иногда пишут. Так, ага, тут вообще он клееный. Не видел. Прикиньте, сейчас увидел, потому что он блестит. Я хочу, чтобы вы мне восстановили. Продорьте, работаю в автономленном режиме, нет. Вы мне восстановили телефон. Я написал цены за запчастей. Раз, все, тишина. Ребят, я цены не придумал. Поэтому я никому говорю сразу. Не хочу не ремонтировать. Не делать. Это все равно окажешься говном в окончании. Поэтому я никому не берусь, не обижайтесь. Сидите в мастерские. Там, где с вас три шкуры сдирают. И там все нормально делают. Так, средства. Настройки. Сейчас глянем, что дисплей такой тусклый. Общая, вот он дисплей. Вот так. Timeout 5. Подсветки. Вообще надо на полный ставить. Окей. Так. Теперь заходим. Угу. Средства. Режимы. На улице. Ключи. Сейчас я хочу посмотреть. Тут есть тема. Сиахоз. Посмотреть, родные ли динамики на данном телефоне. Эта мелодия показывает на раз, два, три. Вот он называется. Да. Обалдеть. Динамики родные. Я обалдею от этой темы. Именно на ноге М73. Нигде она так не звучит, как звучит на этом телефоне. Дальше. Что я хотел посмотреть. Игры. Офис. Что по офису. Заметки. Диктофон. Проверяем. Эта лампа задолбала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все. Материнка работает. Это Мурат. Дальше. Что я хотел посмотреть. Галерея. Так. Картинки и видео. Не знаю. Классный телефон. Я от этих телефонов тащусь. Если честно. Так. Ничего нет почему-то. Хотя вижу. Вроде как картинка есть. Дальше. Вот что я вам говорил. Видите. Вот это вот не музыкальная версия. Сюда нажимаем. И здесь выскакивает. Вот это не музыкальная версия. А в музыкальной мы сюда нажимаем. И здесь запускается плеер. Я могу сделать из обычного телефона музыкальный. Там только. Ну. Это мои проблемы. Как это сделать. Так. Дальше. Приложение. Офис. Назад. Назад. Средства. По-моему карта памяти. Да. Двухгиговая карта стоит. Класс. Короче говоря. После переделки. У меня нету красных корпусов. У меня есть. По-моему черный. Еще один. И почему-то сливовый. Никто не хочет. Вот. Оригинальный их цвет. Никто не хочет. А черные. Уходят. Но туда сдуру. Мне надо было взять штук 30 этих корпусов. И пусть бы лежали. Нет. Ну. Всегда. Жадность. Ну. Потому что тоже так набирать. И чтоб они лежали. Так. Работает. Следующий. Следующий. Оу. Классная тема. Nokia E71. Ну. Тут работы. Тут у него. Смотрю. Пыль. Под стеклом. Надо будет разбирать. Ой. Вот видите. Почему я. Вот эти вот крышки. Видите. Что получается. Она вроде чистенькая. Только взяли руками. Сразу она. В плямках. Так. Nokia E71. Также есть сертификация для Украины. Так. Пробуем. Вставляем сюда симку. Вот так она вставляется. И берем. Включаем. Поехали. Классные телефоны. Вот это именно класснючие телефоны. Вот с такого телефона. Я начинал свой бизнес с Китаем. Заказал китайский. Один в один. Еще помню. Это 13 долларов. И потом его продавал. Не знаю сколько долг. А почему-то его не хотели брать. Ну. Это я запомнил. С коробкой. С документами. Жалко. Что я не поставлял фото. Потому что я тогда не думал. Что будет канал. И просто все поудалял. Там телефон именно был в один в один. Под оригинал сделан. Тогда было много таких фирм. Которые можно было купить. Вот эти вот китайские. Под оригинал Самсунги. Под оригинал iPhone из Китая. Но потом. Их на Алиэкспресс вылавливали. Эти компании. И блокировали. Потому что нельзя торговать. Под бренд. У них это запрещено. Так. Качеля громкости. Вот. Все отлично работает. Так. Есть. По-моему в этих телефонах есть Wi-Fi. Если меня не изменяет. Вот. Соединение. Так. Интерфон нет. А где здесь? Журнал. Средства. Офис. Где-то. В какой папке есть? А вот связь. Да. LAN. Вот она. Включаем LAN. О. И пожалуйста. Мастер настроек. Все работает. Далее. Журнал звонков. GPS. Медиа. Галерея. Картинки. Тут остались какие-то картинки. Надо будет поудалять. Дальше. Видеоклипы. Но это смотреть не будем. Давайте проверим диктофон. Так. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Проверяем диктофон. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Проверяем диктофон. Все работает. Микрофон работает. Динамики работают. Далее. Ну и попробуем теперь по звездочке решетка. Девяносто два. Семь. Ноль. Двадцать шесть. Восемьдесят девять. Решетка. Девятнадцать сорок. Правда ли? Не знаю. Сейчас посмотрим по наговорам. Журнал. Длительность. Все вызовы. Восемь сорок одна. Ну не знаю чему мне верить. Посмотрите. Здесь восемь сорок одна. Там девятнадцать. Ну по состоянию телефон сильно не убит. А там бог его знает. И вот не помню. Ребят. Здесь должны быть белые заглушки. Или черные. Клавиши белые. Это однозначно. Потому что белая моделька. Короче напишите мне в комментах. Кто знает. Но все. Вроде работает. Потом будем полностью. Я его разберу. Помою. И будем тестить. Так. Так что карта памяти. Смотрю в каждом карта памяти. Она вам будет идти бонусом. Под новый год. Кто купит телефончик. Лакмусовая бумага чистая. Все отлично. Ну и вот зеркальная поверхность. Конечно. Я же говорю. Это. Жесть. Ну и крайне на сегодня. Очень редкая модель. Когда сейчас ее встретишь. Это. Nokia E73. Сканер. Индой сканер. Вот эта часть у него сенсорная. Это я знаю пролистывать. Кстати тоже. Ну вот здесь вот эта болячка. Их. Этих телефонов. Заглушки под micro USB. И вот эти. Они постоянно выламываются. И запчастей на них найти очень тяжело. Камера у него пятерка. Эта крышка. Если на тех идет светлая. Смотрите. То здесь идет темная. Клавиши. E73. Это из серии E52. E51. Видите. Вот эти пластиковые кнопки. Он мне сразу напомнил его. Потому что вот смотрите. На этом телефоне сделано вот так. А на E52. Один к одному. Вот эта вот клавиатура. Это вот я вспомнил. Потому что я недавно. Перебирал. И. Увидел. Так. Made in Mexico. Понятно. Еще это Mobile. Не знаю. Ребят. Прикиньте. Если он будет сейчас заучен. Это конечно будет. Конечно. Цирк. Ладно. Буду держать. Не буду закрывать. Вроде включился. Кнопка включения. У него посерединке. Ну. Я по моему. Думаю. Богатого. Сегодня у нас все телефоны. И все имена. Ага. Ну. Вот тут проблема. Как я вижу. Какие то проблемы с дисплеем. Внутри. Или подтеки какие то. Не пойму. А. Он еще не русифицирован. Не дай бог. Он за паролем. Это все будет цирк. Stick together. Это хоть together. Хоть more together. Нет. Киев стар. Фу. Слава богу. Отлично. Заходим в меню. Нет. Тут меню по моему домик. Да. И вот смотрите. Вот так перелистываете. Не нажимаете на джойстик. А вот это. На вот эту штуку нажимаете. Это вот потом Samsung стали такое делать. Но если эта хрень выйдет из строя. То это будет гоплык. Я не знаю. Но тут можно смотреть и курсорами. Это с одной стороны они классно придумали. И с другой стороны вот этот вот. Ну. Мне лучше по колхозному так нажать. Тык тык. Нежели вот это выходит из строя. Как мне Рихард присылал. Samsung какой то классный черный. А у него вот эта фишка не работает. И чтобы идти. Это вообще нереально. Так. Дальше. Панель настроек. Так. Профили. Так. И выбираем Outdoor. Два раза вам это нажимать. Так. Ну. Короче говоря. Надо шить. А потом уже разбираться. Видите. Не пойму почему он. Так. Так. На всю катушку. Так. Тема. Ну. Вот этот джойстик мне не нравится. Если честно. Не пойму как у него уходить. То что он перелистывает нормально. А вот входить. Black Business. Black Business. Golden. T-Mobile. T-Mobile Personal. Back. Так. Обои. Default. Ладно. Короче. Надо будет его прошить. Посмотреть. Так. Попробуем позвонить с него. Идет ли звук. Попробуем. Работает. Попробуем. 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 фонарь потом долго держим он выключается давайте посмотрим его лайфтаймер 92 7026 89 о какой яркий у меня жало 274 часа а теперь бы найти звонки вот как не сюда зайти не поймут он бы кует нет тут стёрт лайфтаймер ладно буду смотреть значит что вот такие сегодня красавчики у меня на обзор ты красиво там оба надо будет потом заснять до обзора после обзора короче говоря вот такие вот у меня красавчики а тут видите такая фигню х есть но все равно без ножа не обойтись моего остренького и вот так закрываем значится что мы сегодня с вами получили из крутизны и 73 собираем есть 71 n73 3310 посмотрите жирные сливки 5125 и моторова v3 плюс запчасть ну что классный улов я думаю шикарнейший все ребята всем кому понравилось ставим пальчики вверх подписываемся на канал но ждем обзоры на все эти красавчики кто захотел купить пишите мне электронная почта внизу под видео и договоримся по цене пальчики вверх всем пока пока и и но и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует...